Привет! Вы на канале Криптексы и с вами, как всегда, Федор. Сегодня мы с вами поговорим про P10690 на целых 6 гигабайт видеопамяти. Это самая дешевая майнерская видеокарта, которая поддерживает все актуальные алгоритмы. P10690 бывает двух основных вариантов. Трехгиговая и шестигиговая. У меня шестигиговая. Больше различий между картами нет. То есть, если вы рассматриваете к покупке трехгиговую версию, вы все равно можете посмотреть это конкретное видео и выкинуть из него результаты тестов тех алгоритмов, которым нужно больше трехгигов видеопамяти. P10690 это максимально странная видеокарта. На первый взгляд она практически ничем не отличается от P106100 или от обычной геймерской GTX 1060. Но на самом деле здесь графический чип такой же, как в 1050Ti, а память такая же, как в 1060. Начнем с алгоритма Dagger Hashimoto, монеты Ethereum и абсолютно стоковых настроек. Получается 75 Вт энергопотребления, примерно 16,5 рублей в день доходности и 13,4 МГц в секунду. Я заметил, что у P10690 прекрасно гонится ядро, поэтому я накидываю плюс 200 МГц по ядру и плюс 500 МГц по памяти. Power Limit оставляю 100%. На этих настройках потребление остается таким же, 75 Вт. Доходность растет до 17,80 рублей в день, а хешрейт до 14,3 МГц в секунду. Я не просто так сказал, что у видеокарты хорошо гонится ядро. Дело в том, что именно в него мы с вами и упираемся. Давайте сделаем абсолютно абсурдную вещь для алгоритма Dagger Hashimoto. Наоборот, понизим частоту видеопамяти. Оставляю плюс 200 МГц по ядру, минус 500 МГц по памяти и 100% Power Limit. Все те же 75 Вт, но посмотрите на доходность. 18,30 рублей в день и хешрейт подрос до 14,7 МГц в секунду. За счет того, что я занизил частоту видеопамяти, видеопамять стала потреблять меньше электроэнергии и больше электричества достается чипу. В таких условиях чип способен брать еще большие частоты, а поскольку мы с вами упирались как раз в графический чип, то теперь хешрейт растет. Ну и теперь давайте оставим все те же настройки, но занизим Power Limit. Теперь потребление упало до 60 Вт, а доходности хешрейт точно такие же, как в полностью стоковом состоянии. 13,4 МГц в секунду, 16,60 рублей в день. В общем, хешрейт у нас с вами такой же, как у 1050 Ti. С той лишь разницей, что нужно гнать ядро, а память наоборот занижать. Хорошо, у монеты Ethereum слишком большой уже DAC-файл, который с трудом влезает в 4-гиговые карты. Давайте посмотрим на монету Expans. Стоковые настройки, 75 Вт потребления, 9 рублей в день доходность, 17,8 МГц в секунду хешрейт. Окей, повторяем фокус с разгоном. Делаем плюс 200 по ядру, плюс 500 по памяти, 100% Power Limit. 75 Вт, 10 рублей 30 копеек в день, 20,5 МГц в секунду. Отличный результат. Давайте по аналогии с Ethereum, попробуем минус 500 по памяти. И тут не все так гладко. 75 Вт, 8 рублей в день, 15,9 МГц в секунду. А если попробовать еще и 80% Power Limit? Хешрейт и доходность практически не меняются, а вот потребление падает до 60 Вт. Да. То есть получается, чем больше DAC-файл, тем меньше у нас хешрейт и больше упор в графический чип. А чем меньше DAC-файл, тем наоборот сильнее упор в видеопамять и меньше упор в графический чип. Накаляем градус безумия. Монета Юбик и алгоритм Юбик Хэш. Юбику достаточно одного с небольшим гигабайтом видеопамяти. Эта монета прекрасно майнится даже на 2-х гиговых картах. Стоковые настройки 75 Вт, 9,2 рубля в день, 18,4 МГц в секунду. Плюс 200 МГц по чипу, плюс 500 по памяти, 100% Power Limit. Все те же 75 Вт потребления, 11 рублей в день, 22,3 МГц в секунду. Окей, все то же самое, но 80% Power Limit. 60 Вт, 10 рублей 20 копеек в день, 20,5 МГц в секунду. Поскольку уменьшение Power Limit влияет только на частоту ядра, память остается фиксированной, мы с вами можем сделать вывод, что даже на маленьких DAC-файлах этой карточке все равно нужно гнать ядро. 6 ГБ видеопамяти позволяют этой малышке запускать алгоритм Cucarum 29 и майнить монету Green. На стоковых настройках 75 Вт, 13,5 рублей в день, 1,26 хэша в секунду. Из видео про основы разгона мы с вами знаем, что алгоритм Cucarum 29 довольно чувствителен к скорости графического ядра, поэтому попробуем оставить самые оптимальные настройки, как при майнинге Эфириума. То есть плюс 200 по чипу, минус 500 по памяти и 80% Power Limit. Так у нас с вами получается 60 Вт потребления, 13,8 рублей в день и 1,28 хэша в секунду. Едем дальше. Монета BIM и алгоритм BIMH2. Стоковые настройки 75 Вт, 11,6 рублей в день, 12 хэшей в секунду. Оптимизируем настройки и получаем 60 Вт, 12 рублей в день, 12,4 хэша в секунду. Опять мы с вами упираемся в графический чип. И последняя монета на сегодня RavenCoin и ее алгоритм CowPow. Стоковые настройки 75 Вт, 15,5 рублей в день, 5,5 мегахэш в секунду. Крутим ползунки в Afterburner. В разгоне 60 Вт, 15,4 рубля в день, 5,4 мегахэша в секунду. Выводы совершенно неоднозначные. Это самая дешевая видеокарта, которая пригодна для майнинга и которая неплохо справляется с майнингом. К тому же она универсальная, поддерживает абсолютно все актуальные алгоритмы. Но с другой стороны, это довольно слабая видеокарта, хоть и с большим количеством видеопамяти. А еще мне совсем не нравится ее энергопотребление. Если сравнить P10690 с GTX 1660 Ti из моего основного компьютера, то окажется, что у 1660 Ti вдвое больший хешрейт на всех алгоритмах. Но точно такое же энергопотребление. Я бы не стал массово скупать P10690 и строить из них фермы. Но при этом P10690 это прекрасный вариант для того, чтобы купить такую карту, вставить ее второй картой в свой основной компьютер и круглосуточно на ней майнить. То есть такой вариант для совсем-совсем-совсем начинающих. И это весьма неплохо. Скачивайте Cryptex по ссылочке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх этому видео. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пшшшш